Интересно, что в жизни, когда я сталкивался с сыроедами, я фактически не нашел ни одного среди них порядочного, честного или адекватного человека. Были люди, которые случайно ошибались, начинали этим заниматься, затем быстро приходили в себя и восстанавливались. Ну а те, кто вот прям позиционировал себя как сыроеды, это, как правило, люди действительно с какими-то сдвигами в психике или просто люди с плохим характером. Ну я думаю, персонаж, о котором многие теперь знают благодаря моему каналу, мы его сегодня обсуждать не будем, именуемый дебильником. Если вы когда-нибудь заходили на этот канал и смотрели, то, конечно, все люди здравого ума отмечают сбой в логическом мышлении, несвязанную речь, абсолютно тяга ко всему эзотерическому, мистическому, абсолютный бардак в голове, религия, атеизм, все вместе. Отсутствие элементарных академических знаний и бред, бред, бред. Еще есть одна дамочка, с недавних пор ее именуют. Гавнейшая – это не оговорка, это на самом деле описание персоны, которая очень сильно интересуется темой экскрементов. То есть она большинство роликов оформляет вот с какими-то такими смайликами, практически все ее комментарии так или иначе снабжены там кучками гэ. И элементарно вот спросите себя, если бы у вас был канал на YouTube, назвали бы вы его там какашка, например, да? Я думаю, вряд ли. А вот эта дамочка, да, в этом роде как раз назвала свой канал. И ее это ни грамма не смущает. Когда человека интересуют темой экскрементов, поверьте, это случай для психиатрии. Поэтому гавнейшая – совершенно заслуженное звание. И вот понимаете, чем большим количеством сыроедов ты сталкиваешься, тем больше ты понимаешь, что действительно, видимо, нужно обладать, ну вот, каким-то сдвигом, прежде чем человек откажется от нормального питания. И третий персонаж, о ком сегодня пойдет в речь, это некий господин Фролов, хотя, господи, какой он господин, просто Фролов, будем его так называть. Достаточно крупный канал на YouTube, но это не только крупный канал на YouTube, это вообще очень мощный шарлатан. В России такие процветают, и я уверен, что когда-нибудь к его деятельности, конечно же, присмотрится Министерство здравоохранения России, может быть, Роскомнадзор. Очень хотелось бы, чтобы научное сообщество обратило внимание на этого человека, но пока что, пока его не взяли под серьезный контроль, и вообще, я еще раз говорю, люди подобного типа, в России чувствуют себя замечательно. Он обогателся на этой теме, за короткое время наклепал какую-то колоссальную кучу книг и продает вообще все, до чего может дотянуться. Вот этот человек, который продает все. Лет 5 тому назад я сталкивался с ним, когда он продавал какие-то очистители воды, потом он продавал различные биодобавки до сих пор, теперь он продает мыло, шампуни, все, собственно, производство. Естественно, он критикует все то, что в магазинах, а вот у него, у Фролова все, конечно, идеальное и просто очень качественное. И, конечно же, вы должны отказаться от всего, от еды, от средств гигиены и подсесть на него окончательно. То есть, чтобы у вас в доме было максимальное количество продуктов от Фролова. Это его, естественно, цель. Теперь он продает еще и медную посуду, то есть уже и посуда не такая. В общем, если вы начнете слушать такого человека, то он раскритикует все, что есть вокруг, при этом толкая свои собственные товары. Поэтому, что вот в этом нужно понять сразу изначально? Люди, которые имеют в каком-то деле материальную заинтересованность, они никогда не будут объективными. Это нужно понимать. Ну вот, допустим, если я разбираю какую-то тему здесь на YouTube, я разбираю ее с целью общения, с целью поделиться информацией. Я интересуюсь, допустим, этой темой, читаю какие-то научные исследования, мне есть что рассказать людям. А подобный человек, понимаете, он никогда не признается в том, что что-то в этом не так. То есть, если он даже будет понимать, что сыроедение, допустим, зловредно, оно не оптимально для человека, оно может принести вред определенным людям, да и вообще всем. Даже если он в душе это понимает, он все равно никогда в жизни в этом не признается, потому что он живет за счет этой легенды, которую он и ему подобные как раз таки и создают. А почему этого человека ни в коей мере нельзя назвать ученым? Потому что к ученому сообществу он не относится. Он называет себя биологом, зоологом и в России в основном люди падки на вот эти дипломы, на названия различные. При этом мало кто отдает себе отчет, что в России эти вещи легко получаются, легко покупаются. Достаточно, опять же, обратить внимание на персонаж дебильника, человек, который якобы закончил физико-математический факультет и бредит о том, что Земля плоская. Вот понятно, что тут что-то не сходится. Не может человек, что-то соображающее физики и математики, даже допускать себе такую мысль, потому что, ну то, что Земля шар подтверждается физическими законами, и еще раз я говорю, элементарно высчитывается математическим путем. Ну, например, там по длине тени в разное время дня и так далее, угол падения. То есть там, ну, все это элементарные вещи. Есть даже сайты, где пятилетним детям, ну представьте себе, пятилетним детям на простирских примерах, там 10 возможных вариантов доказать своему малышу, что Земля шар. А тут педагог, учившийся пять лет, говорит, что Земля плоская. Ну, колоссальное невежество. Я думаю, что с Фроловым, несмотря на все его звания, приблизительно та же самая история. И я еще раз говорю, надеюсь, что на него когда-нибудь кто-нибудь обратит пристальное внимание. Значит, он сделал несколько роликов в мой адрес, и все они очень злобные, агрессивные. Давайте кусочек послушаем. Считаю, что ты Старк, просто мразь и подончик. Совсем дебил, что ли? Идиот, что ли, совсем? Ну, совсем дебил, значит так. Ну, совсем идиот, что ли? То есть масла, мыла и прочее нельзя говорить. Да ну, шипящие, рычащие, пыхчащие. Тогда, Вася, скажи, кто лучше? Я бизнесмен, у меня несколько бизнес, один из них это продажа биопродуктов, питания, добавки различные, совершенно правильно. Начинает фокус со спирулины там и так далее, до то, что есть правда. То есть, если фокус вот он показал, то это единственный продукт, действительно, вот в этой гелеобразной форме, когда усвоение микро и макроэлементов идет близко к 100%. Ну, совсем дебил, значит так, ты идиот, что ли, совсем? Вот. Почему это происходит? В принципе, я вообще на него никак не воведи, потому что я понимаю, что это проблема серьезная не только с физическим здоровьем и психическим, но и просто это гнев голодного человека. Я вполне могу понять, что человек, если он все время находится в состоянии полуголодном, но просто сжирает сам себя, и у таких людей всегда скверный характер. Они никогда не спокойны, они всегда вспыльчивы и всегда крайне агрессивны к другому, не схожему с ними мнению. Ну, вот я, например, мясоед или, скажем так, всеяден, да, и я спокойно смотрю на таких персонажей. А он его буквально прям трясет, вот это слышно по голосу, как у него такая настоящая истерика. Но что я хочу сказать относительно Фролова? Не то, что у него там плохой характер, как у всех сыроедов, это не важно. А то, что он выдает себя за ученого, а я уверен, что никаким ученым он не является. Почему? Потому что если бы он был ученым, то он бы подходил ко всему с научной точки зрения. А один из постулатов науки звучит так, что если есть факты, вот фактологическая часть вопроса, и даже если это не совпадает с вашей гипотезой, то есть вы выдвинули какую-то гипотезу, но есть противоречащие ей факты, вы, как ученые, обязаны эти факты рассмотреть. Вот это научный подход, то есть отталкивание от того, что есть, что существует, а затем уже какие-то ваши мысли, фантазии. Фролов не в состоянии отталкиваться от фактологической части вопроса. Он аргументированно отвечать на вопросы не может. Это отмечаю не только я, но и все остальные, кто вступал с ним в дискуссию. Вообще он с людьми, скажем так, научного толка в дискуссии не вступает. Он вступает в разговоры только с так называемыми друзьями, то есть с теми, кто придерживается той же точки зрения. Так вот, мы здравомыслящие люди, я сейчас не к Фролову обращаюсь, это бесполезно, а к здравомыслящим людям давайте рассмотрим фактологическую часть вопроса. И поймем, что сыроедение, вся эта теория, она рассыпается, в какую только сторону в нее не стоит посмотреть, в ней нет ничего, кроме пустой болтовни. Итак, первый аргумент по этому поводу я подробно изложил в своем ролике об острове Окинава. Если вы вдруг не видели, пройдите, это первая ссылка под роликом. Если коротко, что на острове Окинава, и это наше время, это наша планета Земля, то есть это реально существующие люди, можно поехать туда, можно встретиться с этими людьми. С ними встречались десятки репортеров и огромное количество исследователей. И многие люди даже годы посвятили всему этому. Речь о том, что на острове Окинава очень многие люди доживают до 100 и более лет. Там, на этом острове, долгожителей на 20% больше, чем в целом в Японии. А в Японии вообще проживает самое большое количество людей, чей возраст перемахнул за 100 лет. В своем ролике я там называю цифрой, кажется, 67 тысяч людей, кому за 100. То есть там 104, 111, 109 и так далее. И вот исследователи пришли к выводу, что достижение вот этого возраста, это никогда и ни в какой мере только диета. Это комплекс. Комплекс, состоящий из множества звеньев, которые я перечислил, это в том числе и физическая нагрузка. Это, как ни странно, жизнь в одиночку. Это, опять же, спорно, но считается, что это островная жизнь. Это высокое положение этого острова, имеется в виду гористая местность. Это над уровнем моря. Это и состав воды, то есть изучают этот вопрос со всех сторон. Ну и, конечно, внимательным образом всматриваются в диету окинавцев. И что же выясняется? А выясняется то, что эта диета, которая разобрана сейчас уже до мельчайших подробностей, состоит из большого количества пищи, употребляемой в маленьких порциях. Вот этот момент фролов, если бы он мог потреблять информацию, обрабатывать ее, он бы услышал, что диета окинавцев – это не сыроеческая диета. Это обычная диета обычных японцев, то есть состоящая из вареных блюд. В том, что окинавцы потребляют каждый день, присутствуют супы, так называемый суп долгожителей – это вообще чисто вареные свиные ножки в виде холодца. Это и огромное количество рыбы, морепродуктов, которые они потребляют, вареной рыбы. Услышьте, вареные рыбы, они не сырую рыбу жрут, они едят вареную рыбу. А также в состав окинавской диеты входит свинина – жареная, вареная, копченая, разная свинина. И окинавцы любят и употребляют местную водку, рисовую водку домашнего приготовления. Обо всем этом я говорю в ролике. Вот у фролова есть такой раздел «Сосиска в голове». А я хочу сказать, что у фролова у него морковки в ушах. Вот хотелось бы, чтобы он вытащил эти морковки в ушах и вот услышал вот эту простую доступную информацию, что самые долго живущие люди на этой планете, зафиксированные сейчас, на сегодняшний момент, проживают на острове и потребляют вареную пищу, состоящую из мяса, морских продуктов и так далее. И в том числе и алкоголя. Все. Вот этим своим фактом жители Окинавы пришпиливают этого фролова, как бабочку-булавкой, понимаете? Им плевать на то, что там кто-то рассказывает о пользе сыроедения. Они об этом знать не знают. Они живут своей островной жизнью, как и жили раньше, и доживают до ста и более лет. Точка. Нельзя просто взять и отбросить этот факт. А отмазка типа, ну если бы они были на сыроедении, то они прожили бы 130 лет, не принимается. Потому что вот это уже не научный подход. Мы не можем говорить, а если бы, если бы ДКБ у сыроеда во рту выросли грибы. Вот там у них, кстати, в основном грибковые заболевания, во рту у них у всех гнилые зубы. А фактическая часть говорит нам, что это вот сейчас существующее положение вещей. Мы должны отталкиваться от того, что мы имеем. Итак, это первое. Второе. Все эти сыроеды заявляют, что сыроедение, дескать, это наше видовое питание. А вот когда мы от него отказались, мы стали жить меньше и так далее. Но это неправда, откровенная ложь. И как мы легко можем доказать и развенчать этот миф. Опять же, нынешним положением вещей мы смотрим на население планеты. И сейчас, в данный момент, нас больше 7 миллиардов человек на этой планете. Это очень немаленькая цифра, господа. И, как вы думаете, какой процент сыроедов, веганов и прочих упоротых среди нас, землян? Он мизерный. 7 с лишним миллиардов человек. Это что, говорит о том, что человечество как вид загибается? Это говорит о том, что мы вымираем? Мы как-то не так живем? Нет. 7 с лишним миллиардов человек говорит о том, что этот вид, вот мы, хомо сапиенс, мы развиваемся прекрасно. Дела у нас идут замечательно. Мы плодимся, и не только плодимся активно, но мы сейчас, к нашему сожалению, стали жить очень долго. Да, к сожалению, потому что, конечно, каждому отдельно человеку хочется прожить больше, а желательно и вообще не умирать. Но проблема в том, что нас становится необыкновенно много, и эта планета Земля не в состоянии нас обеспечить ресурсной базой. Нас слишком много сейчас для этой планеты, а цифры эти только увеличиваются. Если вы потрудитесь и найдете информацию, во сколько человечество увеличилось за последние 20-30 лет, господа, это будет не самое лучшее открытие, поверьте. Вы будете удивлены, с какой катастрофической скоростью мы увеличиваемся. Так что у нас, как у вида, у нас все нормально. Дела у нас идут отлично. И если бы теория сыроедов была бы хоть чуточку весомой, нас бы сейчас 7 с лишним миллиардов на этой планете бы не было. И это факт. Человечество, как вид, развивается и прогрессирует. прогрессирует. Да, нравится вам сегодняшнее положение вещей или нет, но если мы сравниваем нашу жизнь с тем, как жили наши предки 2000-4000 лет тому назад, мы понимаем, что прогресс есть, он налицо. И, кстати, плюньте в глаза опять же этих самых сыроедов, говорящих, что у нас отвратительная медицина или у нас вообще нет никакой медицины. Это самая настоящая ложь и подмена фактов. А фактическая часть говорит о том, что то, что мы имеем сейчас, медицина, которая есть у нас сейчас в наличии, это просто чудо света. Человеку 14-16 века вот такая медицина, которую мы имеем сейчас, она ему даже в самых смелых снах никогда бы, просто никогда бы не приснилась. Сейчас современная медицина может восстанавливать печень. Человек на аппарате диализа, то есть в состоянии, когда у него не работают почки, может жить годы, по крайней мере здесь в Европе это так. Человек с сахарным диабетом любых степеней доживает в Европе до 80-90, до глубокой старости то, что раньше было вообще нереально. То есть если он принимает все необходимые медикаменты, если ему необходим инсулин, он колет качественный инсулин, он доживает до 90 лет. Здесь таких полным-полно. Сахарный диабет теперь не считается смертельным приговором. Делается сложнейшие операции кардиологические на сердце. В Германии сейчас 75% рака груди у женщин вылечивается со второй и с третьей стадии. 75%. Такую же цифру достигли в Израиле. Человечество стремительно движется в направлении полного излечения от рака. А сколько инфекционных заболеваний излечивает современная медицина, мы фактически смогли остановить детскую смертность. То, что еще раньше было настоящей эпидемией, сейчас об этом даже речи нет. Я уже много раз говорю в своих роликах сейчас смерть ребенка это нонсенс. А в 18 веке детскими гробами были заложены все кладбища. И что? Эти люди смеют говорить, что у нас какая-то не такая медицина? В 19 веке кто бы делал извините обезболивающие уколы, когда удаляли зубы или там вытаскивали нервы? Или когда в начале 20 века при ампутации ноги делали бы там местный наркоз или еще что-то? Аборты женщинам делали без наркоза? Читаете литературу, включаете немножко мозги, спрашиваете хотя бы своих дедушек бабушек, что за медицина у них была буквально недавно? И эти люди смеют говорить, что какая-то не такая медицина. Да, она не идеальная, нет ничего идеального, но она находится сейчас на высочайшем уровне и древним людям было только мечтать. Очень важный факт. Раньше считалось, что старость человека наступает с момента, когда у него выпадают зубы. То есть, как начинали шататься зубы, опять же, это все мы читаем в литературе, у человека падало настроение, человек понимал, вот она старость. Потому что, как только выпадали все зубы, это по факту обозначало, что человек скоро погибнет. Никто ему, естественно, еду не разжевывал, миксеров тогда не было, значит, качество питания ухудшалось и человек постепенно слабел и умирал. Вот моя личная бабушка всегда так говорила, когда выпадут все зубы, вот считай, что наступила старость. Сейчас, в наше время, об этом никто не беспокоится, потому что стоматология ушла настолько вперед, что, посмотрите, как выглядят современные старики, этот вопрос для них вообще не стоит. А вопрос с заменой суставов, опять же, одна из многочисленных причин смерти в старости, когда человек ломал шейку бедра и все, шевелиться больше он не мог. А позвоночники, которые сейчас закрепляются различными пластинами, а стволовая медицина. Так что благодаря современной медицине пожилых людей становится все больше и больше, и мы все это ощущаем. Это ощущается в Европе, это ощущается в России. Если в России кто-то говорит, что там какая-то не такая медицина, то это возможно связано с недостаткой современных медикаментов, с тем, что большинство специалистов сбежали из этой страны, с коррупцией, с отсутствием гигиены, но не с тем это связано, что медицина находится в каком-то там подвале, что там работают одни мошенники и убийцы. Ничего подобного это заявляют люди, у кого никогда никто не болел и кого, извините, за волосы с того света не вытаскивали. Вот если бы с этими людьми что-то подобное случилось, они бы, конечно, заткнули свои рты раз и навсегда. Но, как я говорил в начале, даже если они будут понимать, что это так, они никогда в этом не признаются, потому что внушение мысли лохам, что вокруг все плохо, что медицина отвратительная, не ходите по врачам, идите ко мне, к Юрию Фролову я вас накормлю сеном и травой, им необходимо большое количество вот этих верящих в это лохов. конечно, вот эти все добавки, вот эти всю траву и сено, которую он продает, такие волшебные чаи и травы, вряд ли они принесут вред. Наверное, не принесут, поэтому он спокоен, он понимает, что это не яд в чистом виде. Но и с другой стороны, опять же, клинические многочисленные исследования доказали, что травы не вылечивают, к сожалению, никакие хронические заболевания, серьезные заболевания, вы травой никогда не вылечите. Ну, вернее, если вы идиот, вы можете попытаться, но у вас ничего не получится. А вот, обратясь к врачам и в больнице, вы действительно можете исправить свою проблему в наше время. И вот на этом паразитируют вот эти все шарлатаны и мошенники разных мастей. Внушают сначала мысль, что медицина отвратительная, а затем говорят, чтобы обращались к ним, и люди подседают на вот это все. Вот такая деятельность вот здесь в Европе была бы совершенно исключена, этот бы человек не смог заниматься тем, чем он занимается, его бы сразу вывели на чистую воду. А Россия, к сожалению, вот эта бесхозная территория, пожалуйста, делай, что хочешь, внушай, что хочешь, выпускай, какие хочешь книги, и никто не интересуется, что в этих книгах стоит. Субтитры создавал DimaTorzok